Здравствуйте, друзья! И мы с вами сейчас продолжаем серию обзоров Старые Мехи снова в строю. Зайду на равене, попробую снести первую машину. На равене стоит модуль Бессмертия, и на Лео тоже стоит модуль Бессмертия. Без модуля и Бессмертия сейчас, к сожалению, воевать вообще невозможно, тем более в Лиге Чемпионов. Так, удалось снять первую машину, и все-таки зайдем на старичке Лео, тем более, что дистанции здесь позволяют. Старенький добрый Лео, отечественный производитель. Срабатывает 50 на 50. Эх, войны, варробот, ребята. Итак, выискиваем себе цель. О, булварка. Новейшая машина, мощнейшая, и предлагаю быстренько ее разобрать со старенького Лео. Половины ХП у булварка уже нет. Он в шоке и щемится в укрытие. Самое главное, своевременно, друзья, оглядываться, чтобы Лео откуда-нибудь с тыла не прилетело. Но я успел посмотреть, все далеко. И можно втихую, спокойненько поохотиться на этого булварка. Вот он, наверное, не думал, да, никогда, что будет щемиться от Лео в какую-нибудь дыру, лишь бы я его там не достал. Два шага вправо, и готов дядя Федор. Ну, там активный еще спектр. На скоржах за мной охотятся. Привык, наверное, в ближке всех на спектре разбирать, но не тут-то было. Естественно, это укрытие есть на карте. Бронещит использовали, лучи на рельефе. У скоржей преломляются, и он не успел меня в зубь. Поборемся еще со спектром. На Лео сработал Last Stand, перезарядка, и отрабатываем еще успеваем этого спектра в рельефе. Вот такой старичок Лео, который срабатывает 50 на 50. Отечественный производитель, год выпуска 2014. Пока удерживаемся на втором месте, и очень мало очков ремонта. Надо постараться еще поднабить, иначе не получится выйти здесь в первые места. Упорно атаковал меня Меркури. Я прозевал сокращение дистанции Меркури, и, соответственно, за это сейчас поплатился. Но, тем не менее, этого упорного товарища тоже я успеваю разобрать. Дальше, конечно, уже Лео не жилец. Зайдем на старом добром ховере. Первый робот War Robots, который летает, друзья. Правда, летает он не совсем удачно, и очень долго он приземляется. Я считаю, что разработчики должны ему существенно прибавить в скорости именно скорость снижения, скорость приземления, чтобы она была порезче, добавить ему маневренности. Робот, на самом деле, интересный, и на нем можно применять различные интересные тактические хитрости. Прыгнул в спектр. Не будем ждать его падения со столса. Сразу зайдем на вектор, и постараемся его сжечь. Малдо удал наш ховер. Чуть килл у меня не забрал там товарищ, опять вышел на булорке. Давайте снова удивим сейчас этого булорка и сожгем его с ховера. Вот ему радость-то будет, полные штаны. В бочину ему бьем. Готов. Ну, а дальше, конечно, я уже не успею. Ну, постреляем немного для урона по кумиха. Немножечко пошибаем. И зайдем на свеженьком мехе. Попробуем на лансе пройтись. Ланс все-таки достаточно неуклюжий, но если аккуратно, конечно, на нем можно еще пока отыгрывать. Пока еще возможно. Много лансов встречаю в Лиге Чемпионов. На самом деле бегают с кастрюлями. Не айс какая, конечно, сборка, не совсем уроновая, но еще что-то может. Когда-то была имбой, на самом деле. Ланс с двумя таранами кастрюлей был полный имбой, друзья. Надо было плюнуть на этого Меркурия. Вижу, что сработал у него ласт стенд, успеет отойти, тем не менее ошибся, продолжает стрелять в него. И не успел добить, и прозевал атаку и справа, и слева. Попал мой ланс в плещи, и уже, соответственно, ничего не успеет сделать. Но успел серьезно еще повредить Меркурию. На самом деле дело все пошло в урон. Зайдем снова на стричке левого, и как раз в этот раз уже успеем добить Меркурия, который выбил меня на второе место. Использовал спецспособность Меркурия, сейчас появится, и мы его шлепли. Нет, смотри-ка, забрал они, мин шестой килл у меня, и я остаюсь, друзья, на втором месте. Очков ремонта очень мало, но до конца боя еще туча времени, просто больше четырех минут. Очень многое можно сделать за это время. Пенеми-1 зашел на Фальконе. Могут возникнуть сложности, конечно, с Фальконом. Достаточно серьезная бронебойная машина с сопротивлением урона в пассиве 66%. Нас всего осталось трое. Я заметил многих против всех, если бой неудачный у кого-то начался, многие сразу выходят из боя. Я скажу сразу, что считаю, друзья, это трусостью. Если зашли играть, то надо играть до конца уже, а не ерундой заниматься. А то вот так играю, всяк не играю, это не скилл. Я по стати смотрю всегда, кто выходит. И кто в обзор попадет, уже не обессудьте, друзья. Удалось добить Меркури и сейчас разрядил с собой комплект у Фалькона. Я его на этом моменте подловил и сжигаю еще и Фалькона. Пополняю свои очки ремонта. Наблюдаю интересную сборку. Недавно мне в комментариях на канале писали. Сделай инквизитора на Зевсе и Таранах. Вот сейчас как раз я работаю по такому инквизитору и все его нет. За 4 секунды. Сборка инквизитор на Таранах и Зевсе абсолютно неэффективна. И не вижу смысла делать такого обзора, друзья. Лучше инквизитора использовать на других сборочках, более эффективных. Хитрый опытный боец там против меня на Меркури. На старых мехах очень тяжело, друзья, играть. Почему? Потому что нужно понимать дистанцию, понимать какие препятствия, как можно. По углу препятствия стрелять. То есть очень массу нужно знать моментов, чтобы отлично отыгрывать на старых мехах. Кто там пишет, мне всякие там комментарии на канале. Сыграй тема, сыграй тема. Друзья, ну снимите вы обзор на старых мехах, который убивает 7-8 мехов за один бой. В Лиге Чемпионов. И я посмотрю, как у вас это получится. И мы все вместе с моими подписчиками заценим ваш видос. Итак, продолжаем бой на Лео. Нравится мне этот старичок. Хорошо очень отыгрывает. И даже может какое-то время новым мехом противостоять. Но осторожно. Надо хитрить обязательно в бою. Иначе вы, конечно, просто так сожгут, как кусок мяса. Пилот уже понимает, что столкнулся с опытным игроком. На Меркури пилот это понимает. И отыгрывает уже крайне осторожно. На рожон не лезет. Уже несколько раз он отхватил от этого Лео. Посмотрим в конце стата, что это за игрок. Соображалка работает. Играет хитро, умно. И крайне осторожно. Я стараюсь набрать дистанцию. От него отхожу. Никакого резона в ближний бой мне на него ходить нет. Тем более мне удалось вернуть первое место. И я стараюсь его удержать. Это первое место. Зачем мне на него в ближний походить? Еще один набираем килл. Да, друзья. После этого боя, хочу сказать, будет второй бой против всех. Я иногда выкладываю по два боя сразу. Но снова на Меркури зашел. Меркури сейчас является один из имбовых роботов. Ни один бой сейчас я в Лиге Чемпионов без Меркури на Хало, соответственно, и Эмбере не наблюдаю. То есть сейчас полно Меркури. Драться с ними тяжело. Это имба. Полная имба. Спецспособность. Прыжок со стелс режимом. И если еще Ластенд. И плюс еще когда приземляется разрыв по радиусу. Достаточно серьезный взрыв. В одном из стримов с Рокет Турбо в начале мы сделали тестовый полигон. И показали, какой серьезный может быть урон от Меркури без модулей и без бустеров. Так отрабатывать в частном бою. Можете поглядывать название стримов. Когда увидите тестовый полигон, я обычно там пишу, что мы будем тестить. Так, удается мне сохранить первое место. 11 секунд и все. Бой уже за мной. Остается прыгнуть, пару раз стрельнуть. И, собственно, конец боя. Немножко на Рейвине в конце разлегся. И занимаем бой. Достаточно сложный был. Приходилось немного бегать, маневрировать. Тем не менее, первое место. 2 миллиона 800 тысяч урон. И этот пилот был Маркуша. С таким удовольствием охотился на моих стареньких мекров. Хочу заметить, что я несколько боев сыграл против всех. И вот именно из-за этого пилота Маркуша, который охотился именно за мной, два боя я занял второе место. Ну что ж, пилот Маркуша, ты отлично отыграл. У тебя хороший скилл. Особенно против стареньких моих меков. Буду приветствовать тебя в боях теперь на новейших последних топовых меков. И посмотрю, как ты с ними справишься. Так что передам тебе привет в боях, когда встречу. Будь готов, как говорится. А мы начинаем следующий бой против всех на Луне. И начал я достаточно неплохо на Ревине. Давайте посмотрим, как старые меки отыграют в маленькой карте. На Дружбане заходим на Лео. Так, я наблюдаю, здесь противник будет сейчас посерьезнее. И на маленькой карте, друзья, гораздо сложнее отыгрывать старыми мехами. Особенно, когда много противников Оресов будет, да, как сейчас там Орес у нас. Слева тоже Орес. Ну, посмотрим, каким-то образом удалось взять сразу 5 очков, да, и занять первое место. Будем стараться в первой трешечке удерживаться. Не успел я забрать Оресика килл. Ну, ничего, займемся сейчас мы Меркери. Тоже Меркери у меня забирает. А нет, забрал я все-таки Меркери. Сейчас успел я его забрать. Работаем по спектру. Надеюсь, тоже успел забрать я и Меркери. Так, там Инквизитор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 его сносим, но хорошая прокачка у него аванжеров, и все-таки он успевает нанести мне существенные повреждения. Нападаю в нужный момент на Фалькона, когда включил спецспособность, и успеваю забрать еще один килл, сохраняя за собой первое место и набив еще очков ремонта. Если бы модуль бессмертия не сработал на Мэндре, то забрал бы и его. А теперь самое время, чем меньше противников, тем уже гораздо эффективнее использовать жирного толстого Лео, которого много жизней, и можно на нем успешно завершать бои, когда противника уже на малой карте становится поменьше. Все-таки не удалось мне забрать Мэндра, там у нас злой дядька на Оресе, сейчас спецспособность у него кончится, щит погаснет. Здорово, братан! Все, хана тебе, Мистер Орес. Одной длинной очередью мы его срезаем. Так, Пурсуэр включил спецспособность, атакует. Наверняка еще со спины сейчас кто-нибудь атакует. То есть, по сути дела, клещет для Лео безвыходная ситуация. Тем более, еще у меня все патроны кончились, как всегда, в самый нужный момент. Так, зайдем на Ревене, чтобы успеть к окончанию этой дискотеки. Не успел все-таки, смотрите, я не успел ее забрать, там уже ребята подсуетились. Но, тем не менее, 10 килов, еще 2-4 очка ремонта, и удается сохранять на последних минутах. Друзья, первое место достаточно непросто на стареньких мехах, учитывая, что вы видите против меня. Играют все машины современные. Оресы, Меркури, Пурсуэры. Достаточно в хорошей прокачке, судя по тому, как они наносят. Достаточно серьезный урон. Огромные повреждения получаю, тем не менее, успеваю крутиться, точно стрелять и забирать килы. Пусть даже некоторые машины у меня забирают килы один к одному, но, тем не менее, это достаточно эффективно. Попробуем снова зайти на старичке Ховере. Попробуем сейчас Меркури спровоцировать на атаку. И думаю, что все-таки этого Меркури сейчас я заберу. Потанцуем, в общем, дружище. Какой там аниме 2 остался у нас. Я смотрю, некоторые стали впротив всех заходить в середине боя, под конец боя. Деловые, в общем, парни. Пока все друг друга там поистребляют, они начинают заходить, чтобы забрать уже оставшихся. Ну, не со всеми пилотами прокатит такая тема, ребят. Будьте готовы, что найдет коса на камень. И камень окажется какой-нибудь вполне так себе профессиональный игрок, который давно играет в Орогос. Танцуем, в общем. Танцую, мне некуда спешить. И у меня и так первое место. Полторы минуты. Хочется ему хотя бы на третье место выйти. Пускай атакует. Пускай придумывает свою комбинацию. А мне точно лезть никуда не стоит. У меня дело простое. Как только он прыгнет, я взлечу вверх. Стараясь уйти, соответственно, от радиуса поражения. Его спецспособности. Взрыва по радиусу Меркули. И быстренько в центр дробошами работаем. И выносим этого бравого парня. Это он абсолютно не ожидал. От Ховера старенького меха против имбового Меркури. Вот такое столкновение, друзья. Разозленный зашел. Наверное, сейчас на Оресе зайдет. Вот смотрите. Сто процентов. Бежит бешеный Орес. Я уже убивал его на Оресе. Наверное, опять несется. Подлечим нашего старичка Ховера в камуфляже. Кстати, очень напоминает мне робота вселенной Мехварио. Ховер выполнен очень интересно. С кабиной классный. Жалко, сейчас перестали делать таких роботов. Абсолютно непонятно, где. У пилотируемых мехов пилотами, да, где у них кабины и так далее. В этом плане Ховеров выполнен великолепно. А такую, но чувствую, ХП не хватит. Промазал половину зарядов ударившийся купол. И тем не менее, посмотрите, 95% ХП мне удалось снести. Я зашел на инвайдере, друзья, просто чтобы прыгнуть 7 секунд до конца боя. На нем воевать я не собираюсь. Обзор посвящен старым мехам. Итак, победа, друзья. Большой достаточно урон, думаю, удалось набить, потому что много киллов у меня забрали. Итак, у нас урон 2791. До новых встреч!